Медиа информ продолжает свою работу в прямом эфире. Как всегда, в это время в этой студии мы говорим о самом дорогом, о наших детях. Рождение ребенка — это, конечно же, счастье. И малыши приходят в этот мир для того, чтобы мы о них заботились, воспитывали, любили. Но, пожалуй, не в большей степени ли они воспитывают нас. Потому что каждый родитель хочет воспитать своего ребенка как можно лучше, а это означает, что нужно начинать с себя, нужно воспитывать себя. Вот на эту тему мы сегодня пофантазируем с Верой Игоревной. Может быть, попробуем дать какие-то советы. И будем рады, если наш телефон 737-7310 зазвонит, и вы поделитесь своим опытом. А может быть, у вас есть вопросы. Вера Игоревна, после небольшого перерыва мы возвращаемся к теме «Дети». Навеяла эту тему мне, честно говоря, некая переписка родителей в социальных сетях. И я поняла, что, в общем-то, некоторое чтиво, которое предлагают иногда социальные сети, они не совсем верно понимают. Вот начать я хочу с маленького ролика, 50-секундного, который, наверное, и задаст тему нашему сегодняшнему разговору. Смотрим. Ты хуже всех в классе. Побеждать. У тебя все валится из рук. Иметь друзей. Кто ты такая, свое мнение иметь. Стать великим художником. Не задавай дурацких вопросов. Быть самой красивой. Создать семью. Ты мне больше не дочь. С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Вот частичка будущего исчезает. Вы такое нашли. Вот такое я нашла. Давайте попробуем прокомментировать. То, что мы с вами видели, это, в принципе, использование, неумелое использование родителей гипотетических навыков воспитания. Но, на самом деле, это моменты, когда родители расписываются в своем бессилии. Когда родители говорят о том, что я не понимаю своего ребенка. Я не знаю, что с ним происходит. Я вообще в состоянии растерянности. И что будет дальше, я тоже не знаю. И поэтому у него автоматически вырываются вот эти привычные всем нам фразы, которые находятся всегда на кончике языка. Почему? Да потому что они веками и поколениями слышались и слышатся отовсюду. Поэтому вот такие фразы, они не являются воспитанием. Это, я повторюсь еще раз, это моменты, когда родители расписываются в своем неумении и нежелании воспитывать. Кроме того, у детей эти фразы сначала вызывают закрытость. Он захлопывается, как ракушка. Во-вторых, они вызывают у них недоумение, агрессию. Это, наверное, на первом этапе, когда они впервые, может быть, слышат эти фразы. А потом они их уже вообще просто могут быть? Ну, это потом. А до агрессии и даже в возрасте пубертатном эти фразы вызывают моменты невосприятия и отрицания своих родителей. Да кто ты такая в своем мнении? А ты кто такой? Потом услышат это родители, когда ребенок... Да, это родители. То есть, получается, типичная одеско-базарная фраза. Дурак, ты сам дурак. Вот. И вот это то, о чем я думаю, когда я вижу такие моменты. Но беда в том, что эти фразы формируют будущий сценарий жизни ребенка. Да, действительно. Если эти фразы сказаны в какой-то момент кризисный, то они могут сформировать очень серьезный, изменить сценарий. Я знала даму, которая была одинока, которая не могла найти себе спутника жизни, которая одевалась никак, она старалась быть невидимой и неслышимой. И это ее очень угнетало и удручало. Но и после определенных моментов общения с нею оказалось, что в возрасте 7 лет, когда она пыталась танцевать, начинала в крышке и красовалась перед зеркалом в красивом платье, папа ей сказал, какая ты лифу, какая ты пигалица. И вот это вот фу, какая ты пигалица, это сыграло очень важную роль в его жизни. То есть, ключевую. Это не была такая жесткая фраза, но она слышалась, вот под этой фразой шло, посмотри на себя, на кого ты похожа. А может быть, именно попала на ту платформу, да, тот возраст, когда для девочки это было очень важно. А что такое кризис 7 лет? Это возраст формирования, да, понимания себя как девочки и как мальчика. Ну да, и в этот момент, когда тебе произносят, что ты, в общем, и на тебя смотрят так. То есть, это, да, это момент, когда формируется сексуальная идентичность человека, когда он себя начинает ощущать как девочкой. И она стала себя ощущать как, вместо того, чтобы красивой девочкой, она стала себя ощущать как некрасивой девочкой начала прятаться. И поэтому все, жизнь не сложилась. Вот сейчас я перейду к тем постулатам, по поводу которых родители в социальных сетях и спорили. Вот там был первый. Не стремитесь к тому, чтобы ребенок был таким, как вы. Мне казалось, что это очевидно, и уже миллион раз мы на эту тему говорили. А нет. Нет, ну, конечно, родители всегда хотят, чтобы их ребенок был похож, ну, если не на меня самое, то хотя бы на кого-то из близких, которые для меня являлись идеалом. Но я-то не есть в данном случае полная калька с того человека. И являюсь ли я идеалом для своего ребенка? Все-таки, когда я мама или я папа, и я не являюсь образцом для ребенка, примером для ребенка, о чем я могу говорить? О каком бабушке, дедушке, сколько бы я не рассказывал об этом, если нет примера, если нет научения, то и не будет продолжения. Но и не забудьте, что дети другие, это не мы, и наши желания, они трансполируются в их мозгу совсем иначе. Ну и, может быть, тогда родителям будет и проще даже какие-то вещи понимать, если они не будут пытаться из них сделать как бы себя, а помогут ребенку стать самим собой. Самим собой, да, конечно. Между прочим, вот такой вот момент воспитания, в кавычках, это так называемое словесное воспитание, которое очень активно использовалось в советской школе, когда нас воспитывали на позитивных примерах, таких как сочувствие воспитывали по муму, да, и развитие активности, мы по, там, Республика Шкит и так далее. Да, то есть мы воспитывались на книгах, и для нас было важно тогда, она воспитана была на книгах, на литературе. Литературе, да, это было понятие чего-то высокого и интеллектуального, это был признак воспитанности человека, хотя на самом деле никакой воспитанности это не говорит. У нас есть звонок, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья, я хотела бы рассказать о том, что вот мне в этом году, мне было 50 лет, и дети мне, у меня две дочери взрослые, сделали такое видеопоздравление, и первое, что, значит, за что они меня поблагодарили, спасибо, что ты научила нас помогать чужим людям. Вы знаете, я никогда конкретно их не учила, ну, как-то так, видимо, вы как выберете собственным примером. Значит, это первое. Вопрос у меня такой, у меня вот подруга, ее дочери 18 лет, она учится в Мечниково, и вот, значит, закопринничала, не хочу учиться, хотя девочка очень способная, не хочу, они говорят, вот мы тебе машину подарим, значит, мы все оплатим, только учись, она ни в какую, хочу работать, и вот она в растерянности, что делать, если можно, подскажите. Спасибо вам. Спасибо за звонок. Очень важно, кстати, это тоже один из пунктов, когда своим примером, вы не научите ребенка быть добрым, если вы сами, да, не проявляете. Ну да, в данном случае наша телезрительница, она говорит, я их этому не учила, но если мы с ней поговорим, и зададим ей несколько правильных вопросов, то она, вернее всего, вспомнит, как она помогала кому-то, понимаете, если не материально... Знаете, я про эту телезрительницу, я узнала голос, я очень хорошо знаю про эту телезрительницу, я когда-нибудь напишу просто новеллы, потому что это моя телезрительница замечательная, как-то встретила, выгуливая свою собаку, дворника, который убирал не в привычное время, в два часа или там полвторого ночи, обычно дворники под утро, они разговорились, и оказалось, что у этой женщины три работы, а мечта у нее есть, а мечта она не была в оперном театре. Так вот именно эта моя телезрительница пошла на следующий день, купила два билета в оперный театр и сводила вот эту совершенно чужую женщину, у которой просто потому что дети, потому что такая работа, и есть такая мечта, она ее сводила. Ну вот, понимаете, вот это и есть тот пример доброты, ты, о котором мы говорим, это не миллионы гривен, это не миллиарды долларов, это не подарки машин или чего-то еще, это тепло человеческое, которое четко видят дети. И вот это вот, недаром существует такая пословица, что если вы хотите, чтобы к вам относились хорошо дети, относитесь к другим так, как вы этого хотите. Хотите. А теперь девочка 18 лет. А теперь девочке 18 лет. Тяжело вот так по такому запросу говорить, можно фантазировать. Фантазировать. Вообще девочка 18 лет, это уже молодая женщина. И она уже в принципе поняла, чего она хочет. Или не поняла еще, чего хочет, но уже поняла, что это она не хочет. Да, она поняла, что этого она не хочет. Ну, понимаете, здесь родители могут сделать так, они могут все-таки додавить ее своими подарками. Один вариант. И примерами, и различными, будем говорить, материальными благами, чтобы она закончила, а ей 18 лет, это значит ей осталось заниматься 3 года, да, и она закончит заниматься, или родители за нее закончат заниматься, она просидит эти 3 года еще в университете и будет якобы, получит диплом, но потом она все-таки займется тем, чего она хочет. Я знаю такие примеры. Конечно. Я знаю такие примеры. А может быть другой вариант, вот у меня сейчас вот так вот тоже, поскольку мы фантазируем, может быть девочку перевести на заочное отделение. Это еще один вариант, да. И пусть она попробует начинать работать, пока она ищет себя, потому что, может быть, она 18 лет еще не знает, чего она хотела. Дело в том, что дети, заканчивая школу, чаще всего... Не знают. Они еще не знают, чего они хотят. И обычно они поступают в ВУЗ, потому что родители так воспитаны. Да. Они имеют такой опыт, опыт жизненный. То есть это была школа, ВУЗ, работа. Школа, ВУЗ, работа. И другого, если ты не поступил в ВУЗ, ну, я понимаю, девочки 18 лет, то родители лет на 10 нас младше, то есть они еще в том возрасте, в том, в той среде... В том стереотипе. Да, и в том стереотипе, который характерен и для нас. И поэтому вот для этих родителей есть такая, вот такой путь. Они так и ведут девочку. Но самое лучшее, наверное, предложить ей перейти на заочный и чтобы она... И попробовать себя поискать. И искала себя. Таким образом будут удовлетворены родители, потому что она получит образование. И девочка. Да, и девочка у нее будет возможность себя поискать. Хотя сейчас неважно, я так понимаю, что та корочка, которую получают наши дети в ВУЗах, она не важна сразу. Вероятно, здесь работает еще один стереотип. Когда мы отдаем в школу, нам кажется, что вот теперь мы некие заботы о ребенке отдали в школе. Это тоже о родительском поведении. Отвели в школу, вот теперь за ребенка отвечает в школу. Не научили чему-то, школа виновата. Что-то не так себя ведет, в школе научили. Мы привыкли родителей очень много перекладывать свое. То же самое здесь. В институт, это значит, она будет там в хорошей среде, предполагают родители. Она будет сидеть на лекциях, она будет заниматься серьезно, потому что ей нужно будет сессии сдавать. Это некое перекладывание ответственности. Вот, кстати, в этом списке есть замечательный пункт. Именно вам, ваш ребенок, ничего не должен. Вот не должна эта девочка маме закончить институт. Не должна. Вот у нее нету этого долга перед мамой. Перед мамой точно. У нее есть куча других долгов, но не этот. Это долг ее, это не долг, это будет, это путь ее жизни, это ее дорога. И мы уже с вами много раз говорили о том, что у детей, дети другие, они биологически, физиологически наши, но психологически они другие. Это наши дети, но чужие люди. Да, и вы не знаете, кого вы встретили в этом ребенке. И вот наша работа, будем говорить, наша работа по воспитанию, это работа по узнаванию этого индивидуума в будущем. и движение его по дороге, и сближение с ним, нахождение каких-то общих, контактных точек, которые будут для нас и для него комфортными. Вот тогда мы и получим душевное единение и такое благодарственное видео от своих детей, как получила наша телезрительница. Вот один еще из постулатов говорит о том, что никогда не вымещайте на ребенке свои чувства, даже если он и является причиной вашего негодования, ваших каких-то эмоциональных всплесков, если даже они обращены на вас, какие-то его эмоции. Вот тоже этот пример, тоже сюда подходит, потому что мы не знаем, как мама пытается заставить. Но дело совсем в другом. Вот в данной ситуации, это очень интересная ситуация, это все, как сейчас принято говорить, как бы. Это все как бы. Мы не как бы, но мы вымещаем свой гнев на меньшем, который как бы нас расстроил. На самом деле, наше расстройство идет издали. Нас расстроил не данный ребенок сейчас, здесь, в эту минуту, а мы принесли это с работы. Мы принесли это после вчерашней стычки с мужем или с соседкой, утреннего разговора с дворником в маршрутке, с начальником, с неприятной для нас сотрудницей. И вот такой вот комплекс, а тут он, ваш ребенок, который пришел из школы, говорит, мама, а вот я подрал штаны. Мама, а вот у меня, а вот я получил двойку. Мама, а я подрался с кем-то. А еще и учитель, который расскажет, какой плохой ваш ребенок. Вот и все. А что на самом деле? А на самом деле, оказывается, что если поговорить с ним, то эти штаны, и эта драка в школе, и двойка, это не главное. Главное, что у вас накапливалось, как ком, все негодование, и все неудовлетворение. Последней каплей был вот этот вот малыш. Значит, как совет, да, пытайтесь вот в таких ситуациях, может быть, я не знаю, подышать 10 раз, вдох-выдох, вдох-выдох, и помолчать. Вот это вот важно. Закройте рот. Да, и помолчать. Вот 10-15 секунд, для того, чтобы понять, что не он причина. И посчитайте до 10. И вы тогда поймете, стоит или не стоит кричать на него. Особенно повышать голос, потому что ребенок, когда слышит крик, у одних, для них это шок. Кричащая мама и кричащий папа для детей это шок, это страх, это шок, это растерянность, это продолжение вашей злобы, которая в данном случае будет направлена на то, что ребенок, на которого вы кричите, не может держать ручку так, как ему говорит классный руководитель, и не может писать красивые буквы, каллиграфические буквы в вашей тетради. Вы знаете, может быть, я буду плохо говорить или неприлично говорить о школе, но наш век активной, будем говорить, компьютеризации, требовать от детей каллиграфического почерка, по-моему, сейчас это более чем нонсенс. Если они в течение ближайших четырех лет будут писать ручками, а в ближайшие еще пятнадцать будут пользоваться только клавиатуры, зачем им нужен этот каллиграфический почерк и исписанные тетрадки буковками? Ну, здесь уже к школе, к самой школе мы не можем предъявлять здесь институция вся практически. Ну, здесь целый, да, здесь это все, но, понимаете, есть разные преподаватели, которые на это смотрят скрупулезно очень, вот буква закона, буква программы, а вот ребенок и он должен, а есть люди, которые говорят, да, понятно, но время-то идет вперед, а программа была написана в девяносто втором году. Это все зависит от разумности уже данного педагога и данных родителей, которые реагируют, да, и данной мелкой системы, в которой это находится. Поэтому сверху, вот прицепиком прямо сюда к этой теме идет следующий постулат, не смотрите свысока на детские проблемы, да, потому что в любом возрасте ребенок решает очень серьезные и важные проблемы. Будь ему год, и он ползет за каким-то мячом, он решает проблему, как доползти до этого мяча. Будь ему три года, и у него, так сказать, он что-то хочет взять, ему не дают, и он решает проблему коммуникации с мамой, да, выливания своей агрессии, так сказать, первые в отпуске. Будь ему пять лет, он не может запомнить там что-то, какой-то стих или ему что-то не нравится. Будь ему семь, и он в школе не получается у него каллиграфически написать, он заворачивает руку вот так, а требует вот так, да. Он решает проблему, и уровень этой проблемы, он так же высок, как и уровень ваших проблем на работе, которую вы в своем возрасте решаете. Поэтому здесь вот оно прицепом идет. Конечно. Опять-таки, издерганная мама пришла, ребенок что-то сделал не так, она не поняла степень его проблемы. Здесь тут же, здесь тут же начинается морализаторство. вот ты в своем возрасте, вот когда я была такой, как ты, вот я делала, вот эти вот морализаторские моменты. От этого нужно избавляться раз и навсегда. Они вызывают раздражение. Мама, отстань. Но это будет постарше. Сначала ребенок в пять, в семь промолчит. Ну, конечно. А потом он эту фразу вернет. Все зависит еще от того, насколько часто эта фраза будет повторяться, и насколько длительна будет нотация. Может быть, и в пять лет он будет на маму смотреть с пеленой на глаз, и вот эта вся нотация пройдет мимо него. Поэтому мы и говорим, учитесь активно слушать, да, и применять определенные навыки общения с ребенком, простраивая свои фразы четко. Не морализуйте свою речь, не устраивайте указы, приказы, и не сравнивайте со мной, с собой. Не давайте детям советов. Они все равно не нужны. Мало того, это все вам, к вам же и вернется. Оно все вернется. Только уже в другом немножечко виде и совершенно неожиданно для вас. Далее. Не унижайте ребенка, тоже прицепом идет сюда. Потому что вы расписываетесь, как мы сказали после ролика, вы расписываетесь в собственной несостоятельности. Посмотрите в этот момент ребенку в глаза, не в сторону, а в глаза, и вам уже не захочется это делать. Вам просто не захочется делать, потому что перед вами стоит ребенок, который на своем уровне, как дом построил Джек, на своем уровне, решает свои проблемы, у него свои задачи. Он и будет смотреть на это совсем другими глазами. Он и будет видеть вас, не человека, которому я приду со своими проблемами, а человека, который будет от вас отбрыкиваться, и говорит, что ты здесь со своими проблемами, козявка, посмотри на себя. А я после работы, мне так все сложно. Так у него же тоже сложно. Так у него, да, а тем более, предположим, первоклассника, так у него вообще он целый день работает, в отличие от, и не переключает род деятельности в основе своей. И у первоклассника, и у трехлетки, и у 14-летнего ребенка, и даже если он сидит в наушниках и слушает музыку, все равно голова у него направлена, мысли направлены внутрь себя, и на собственное проявление себя, так же, как и во время возрастных всех кризисов. Следующий постулат. Не терзайтесь, если что-нибудь не можете дать своему ребенку. Вот он очень интересный, да, потому что мы говорили о гиперопеке, уже говорили об этом и достаточно подробно, да, мамы, которые пытаются, ну, что называется, занести... Занести хвост, как вы говорите. Ну, здесь мы говорим о гиперопеке. Я тебе сделаю все. Вот и девочки 18 лет хотят, да, только останься в институте, мы тебе купим машину. Но, я тебе сделаю все, но. И вот это вот но, это когда Моклов меч сидит над ребенком, который ждет, а какое же будет условие этого но. Вот именно, что когда мы по своей, мы хотим дать ему все, но мы на все это хотим получить ответ. Поэтому ответом может быть только одно, дайте сполна внимания. Понимание. Понимание и внимание, да. Ответ может быть такой, не лезь в мои дела, я не буду тебя раздражать. Да, и все. И что вы будете делать тогда, да? То есть не давайте ребенку возможности ответить вам так, когда вы окажетесь в углу, в который вы ставили ребенка в маленьком возрасте, да, и не будете знать, что там делать, как и он не знал, что делать в углу. Рисовать или обижаться. Да, или ковырять, ковырять стену. Ковырять стену. И грызть штукатурку. И последний постулат перед тем, как мы выйдем на рекламу, научитесь любить детей вообще, чужих тоже. Это, наверное, самое сложное, потому что я знаю, даже на площадке встречалась, когда мама говорит, ну раздражают меня эти дети, своего люблю, ну, говорит, чужие, ну, раздражают. А здесь со своим тоже тогда сложнее, вот когда ты в целом не воспринимаешь детей. Конечно, это все, это очень сложно для мамы конкретной, которая еще направлена сугубо на своего ребенка. Так и потом ребенку тоже сложно. Конечно, и ребенку потом сложно, потому что ему придется потом как-то выкручиваться, когда у него появится свой круг общения. Пока у него круг общения, он, мама, ему легко. А как только у него появляются друзья, маме нужно часть своего внимания, часть своего, своей души переносить на его друзей, для с тем, чтобы они его тоже любили. А в результате что получится? Ничего. И ребенку будет тяжело, потому что дети не захотят к нему идти. Дети очень хороший индикатор. Мы прерываемся буквально на несколько минут, а потом продолжим наш разговор. Субтитры создавал DimaTorzok